Откуда берется ночь? Как спят разные животные, например, фламинго, осьминог, крокодил и акула? Или как подружиться с сереньким волчком, который придет и укусит зобачок? И кому же все-таки нравится ночь? В Театре Кукол Сказка скоро новая премьера для малышей. Рекомендуют посещать ее тем, кому уже исполнилось два. Постановочная группа решила не брать уже готовую сказку и сыграть ее, а развить тему, которая была бы интересна целевой аудитории спектакля самостоятельно. Ночь у некоторых детей ассоциируется с чем-то не очень приятным. Им поскорее хочется, чтобы наступил день. Кого-то она даже пугает. Спектакль же поможет таким явлениям, как ночь, немного очароваться или даже ее полюбить. Спектакль состоит из нескольких историй. Там есть и вот этот волчок, который укусит зобачок. Мы вот сделали с ним какой-то сюжет. Есть история про эту девочку, которая не хотела спать. А есть история про такая, можно сказать, она не мифологичная, но такая поэтичная. Про саму ночь, как она приходит, что у нее есть подруга Луна, как вот они появляются. Ну, мне кажется, должно быть любопытно. Там прекрасные песни Глеба Успенского. Кстати, не все актеры, участвующие в постановке, побывали на сцене. Все действия в спектакле сопровождала озвучка диалога взрослого и ребенка, которому как раз и рассказывали, кому нравится ночь. Так, актрисой стала пятилетняя Забава Плотникова, дочь действующей артистки театра Екатерины Серцевой, которая исполнила одну из главных ролей. У нее, можно сказать, главная роль. Она была тем самым ребенком, для которого все это и происходило. Ну, как бы по задумке режиссера, я так понимаю. Сложно было, Забава, работать-то? Работать пришлось тебе, получается? Да, сложно будет. Было. А было? Было сложно? Да, очень сложно. Продолжение следует...